МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...современного человека, отношению к тоталитаризму, к насилию, оно, безусловно, отрицательное. И я думаю, что таких историй семей, как моя, миллионы в России. Мой дед был репрессирован, сослан в Архангельск, он преподавал потом в Алти. Он еще был репрессирован даже при Ленине в 23-м году. Так что нашу семью напрямую коснулись репрессии. У вас совершенно однозначное мнение. И не только у вас. Это невозможно, я считаю, в современной жизни. Вы знаете, сейчас немножко к другой теме. Мы сейчас беседовали с Алексеем Павловым, директор филармонии. Кстати, вы ИО или уже утверждены? Пока ИО. Пока ИО. Хорошо, об этом чуть попозже. И мы смотрели такой клип, совершенно сейчас на другую тему. Там девушка очень так, ну, просто поет о том, как преодолеть кризис. Доллары все в корзину, она голосует за рубль. Из Новосибирска такая, вот такой самородок. Вы как будете преодолевать кризис? Вы как сейчас уже в качестве ИО-директора музея, Северного морского музея? Да. Ну, я так понимаю, что вопрос не лично ко мне, как я буду, а как музей. Да, уже как к директору, да. Ну, во-первых, надо сказать, что главная, конечно, функция музея – это хранение экспонатов. Собственно, это главная музейная функция, да. Но нельзя забывать, что музей в современной жизни, в современном обществе – это серьезная, любой музей, серьезная часть маркетинговой территории. Ну, вот я перебью. Смотрите, артисты сейчас, вот мы говорили с Поморской филармонией, все-таки артисты могут заработать. Да, их видят, их слышат, нравится, не нравится, голосуют рублем. А как музей будет себя, он тоже себя должен как-то продвигать, тоже себя должен показывать, да, какой я хороший, идите, платите. Ну, в этом смысле мы не сильно отличаемся от Поморской филармонии, только артисты филармонии борются за зрителя, а мы за посетителя, да. Вот, и тут, наверное, даже не самое главное, сколько денег принесет посетитель, а самое главное – это насколько, как много посетителей, как много людей, архангелгородцев, гостей города, там, иностранцев, всех желающих, так сказать, посетит музей и, как сказать, воспользуется его культурными услугами. С транспарантами ведь не будете ходить, идите к нам в музей? Нет, ходить не будем, мы, конечно, будем проводить и проводим уже, надо сказать, мы запустили вот два проекта, мероприятия, которые привлекали людей в музей. Кроме того, мы там, допустим, расширили музейный сувенирный магазинчик, ну, то есть стараемся воплощать какие-то совершенно простые маркетинговые идеи, которые в культуре существуют, и это нормально. Ну, до этого, наверное, Северный морской музей не знал вот таких концертов, да не было раньше? Ну, там проводились, конечно, какие-то массовые, культурно-массовые мероприятия. Как работники-то относятся к этому? Но вот именно регулярных… К вашим инновациям. Именно регулярных проектов, вот мы сейчас запустили проект «Синематика в морском» и «Музыка в морском», вернее, «Морская синематика», если так быть точным, стараемся проводить концерты и показывать фильмы, так или иначе связанные с морем, с морской темой. Да, ну, подходим к этому, так сказать, что есть, как можно сказать, креативно, потому что «Звуки моря», например, у нас пытался извлекать из ударных инструментов Олег Юданов. Вот, а в эту субботу Анжелика Долинина будет показывать замечательный фильм о Арктике, снятый, собственно, в Арктике. Вот мне бы хотелось еще вот такой вопрос поднять. Вот сейчас снова обращусь, что сидел Алексей Павлов. Он, собственно, из другой сферы пришел к культуру, в академическое искусство. Вы, вас-то как занесло в директора музея? Ну, в общем, в социальных сетях уже задают такой вопрос. Да, конечно. Когда же вы, Евгений, стали музейщиком-то у нас? Давно ли. Давно ли вы? Что случилось? Вот. Ну, на самом деле, путь, нельзя сказать, что прямо вот я из глянца прыгнул в музей. И этого, как бы, так сказать, нельзя, потому что Центр Футурист, учредителем которого я состою уже несколько лет, занимается проектом Петровского сквера. Вот. Мы изучали вопрос, связанный с брендингом Архангельска, как колыбель русского флота, родины российского флага. Пытаемся вот этот проект возрождения Петровского сквера продвинуть, реализовать. Вы знаете, что сейчас уже какие-то подвижки начались, и новый глава администрации поддерживает этот проект. Так что, в принципе, да и потом я закончил исторический факультет. В общем, не так уж и далеко. То есть мы вот так докопались до каких-то корней. То есть вы приняли предложение, а это сразу согласились? Не думали? Ну, практически. Ну, вот вы не находите, что у нас идет некая такая смена руководителей культуры, смена кадров, да? И люди приходят из других сфер. Вы видите в этом, ну, безусловно, вы видите в этом плюс, раз вы согласились. Ну, мне вообще кажется, что в современном управлении культуры какие-то междисциплинарные вещи очень важны. Потому что замыливается глаз у профессионалов. Извините, а что вы скажете на тот аргумент, что дилетанты приходят в управленцы культуры? Ну, вы знаете, сложно сказать, ну, какая градация, кто, кто, как вы определяете, дилетант это или не дилетант? Человек, который ни разу не работал директором музея, это дилетант? Ну, вот такой. Ну, невозможно же родиться директором музея, правда? Можно им стать. Ну, надо отработать там, не знаю, от сотрудника самого низшего звена, да, и дойти... Солдаты до генерала достужиться. Ну, практически. Совершенно не обязательно в гражданскую войну 18-летними генералами становились. Так что ничего страшного. То есть вас это все не пугает? Абсолютно. Насколько. И финансовых сокращений каких не будет? Бюджетов? Нет, не планируется. Никого не сокращаете? Нет. То есть вы тоже очень... По крайней мере, финансирование у нас государственное ставлено на уровне прошлого года, а остальное мы постараемся заработать сами. Корреспонденты телеканала ПС регулярно проводят опросы наших горожан и выясняют мнение по тому или иному вопросу. Вот еще летом мы спрашивали у горожан, удовлетворены ли архангелогородцы численностью учреждений досуга, так сказать, в областном центре. Ну, вот давайте послушаем ответы, а потом, Евгений, я вас попрошу ответить тоже на этот же вопрос. Здравствуйте, это программа «Глаз народа». И сегодня мы спрашиваем у жителей нашего города, каких культурных заведений не хватает в Архангельске. Хотелось бы в нашем городе каких-то таких вот маленьких музейчиков, маленьких мастерских, чтобы было побольше. То есть, допустим, человек, он занимается куклой, и вот прийти туда, и там вот и лавка, и мастерская. У меня немножко такие взгляды на культуру. Ну, рок, его у нас мало. Его у нас практически нет. Как в Питере, например. Там есть большие клубы, их много, они разные, по разным, скажем так, направлениям музыки. В художественной галереи, ну вот, за последних несколько лет, вот только сейчас вот будет выставка, там, Малевич, Шагал, Дали. И припомнить что-то подобное за последних несколько лет практически невозможно. То есть, если бы почаще какие-то выстраивались выставки. «Больше, наверное, парков, нежели чем заведений. Потому что заведений, мне кажется, достаточно. А вот парков вот таких вот, чтобы мест, где дети отдыхали». «Мне кажется, достаточно в городе, если посещать театр, все, что проводится. Ну, почаще такие культурные мероприятия для молодежи, наверное, больше. Для пожилых все-таки время, ну, устраивает и так». «Больше музеев, памятников хороших, красивых. И фонтанов хотелось бы. У нас очень мало фонтанов красивых. Радовал у драмтеатра, но он сейчас не работает. Нет этой подсветки, красиво было очень». «Мне кажется, что у нас всего хватает, потому что у нас город не очень большой, и всего достаточно. Если что-то хочется интереснее, надо путешествовать». «Цирк я люблю, например. Когда в какой-то город приезжаю, я стараюсь ходить в цирк. И сожалею, что у нас сейчас цирк разрушается». «Я напоминаю, что мы беседуем с исполняющим обязанностей директора Северного морского музея Евгением Тенетовым. Жень, как вот вы ответили бы на этот вопрос? Чего у нас не хватает? Парков, музеев, театров?» «Ну, почти со всеми высказываниями горожан я согласен. Действительно, у нас парков не хватает катастрофически, на мой взгляд. Зеленых зон, открытых и доступных горожанам практически нет. Петровский парк, который у драмтеатра существует в более-менее приличном виде, это фактически сквер. Парком его назвать трудно». Потом там одна дама говорила о том, что не хватает, как нам говорилось, маленьких магазинчиков, маленьких музейчиков. Действительно, это такая серьезная европейская тенденция, вообще мировая тенденция. Когда появляются маленькие музейчики и маленькие магазинчики, это значит, что в стране и в городе развивается креативная индустрия. Малый и средний бизнес. И малый и средний бизнес, да, как следствие. У нас же это все находится в зачастую состоянии, но, безусловно, представители креативной индустрии в Архангельске есть, просто они очень разрознены. Вот, кстати, в музее мы пытаемся продукцию вот этих креативщиков и себя в магазинчике аккумулировать и соединить. Кстати, Жень, а вот шхуна Запад, она как-то относится к вам, Северному морскому музею? Да, это наш объект. Вот как, ну тогда чуть поподробнее. Что грядет сейчас? Сейчас мы даже не будем напоминать эту всю, в общем, драматическую историю, связанную со шхуной Западом, да? Да, история действительно драматическая. Я не позволю себе высказывать личное мнение по этому поводу, потому что оно... Вот так вот быть чиновником. Вот так вот, да. Поэтому я скажу, что на данный момент вокруг шхуны Запад, как все могут наблюдать, возведены ограждающие конструкции, вот, и как было и запланировано, должны быть проведены исследования и изыскания, что же все-таки с ней можно сделать и можно ли. Вот, собственно говоря... Когда дадите нам ответ? Можно поставить точку. Я думаю, что это будет ближе к лету, потому что сейчас погодные условия не вполне позволяют. Многие высказываются о том, что возведены эти ограждения, так сказать, прикрыть позор. Ну, разочарую, это не так. Это действительно рабочая леса, которая позволит изучить состояние шхуны по-настоящему. Да, спасибо вам, Женя, но я вас еще не отпускаю, потому что хочется сейчас, чтобы у нас позвонили наши зрители по телефону 639-717 и тоже ответили нам вопрос, каких же культурных заведений не хватает в Архангельске. 639-717. Мы ждем буквально 10 секунд. 639-717. Звоните, мы сегодня обсуждаем культуру. Культура в нашем с вами родном Архангельском крае. Поэтому я думаю, что высказаться могут, есть, вернее, у многих есть что сказать. Да, есть что сказать. 639-717. Нет звонков у нас пока. Ну что ж, я тогда говорю вам спасибо, спасибо, что пришли. Спасибо вам большое. Удачи, успехов. Кстати, когда официально вас представят как директором Северного морского университета? Ну, это не мне решать. Не мне решать. Но вы уже внедрились, вы уже... Ну, я надеюсь. Я надеюсь. Реализуете свои планы. А, кстати, журнал и другую вашу деятельность не бросаете? Пока стараюсь не бросать. Спасибо и удачи. Спасибо.